В эти дни в городе над Бугом проходит творческий форум, посвященный белорусской и шведской литературе. Программа мероприятия традиционно насыщена и включает в себя как встречи с поэтами и писателями двух стран, так и конкурсы юношеской поэзии, а также знакомство с работами современных фотографов и музыкантов. Уже не один год ценители настоящего искусства имеют уникальную возможность не только приобщиться к новинкам литературного мира, но и лично пообщаться с их создателями. Это соправданное свято литературы и музыки. Это такая литературная вандровка, которая продолжится уже больше, чем за 10 лет. Все началось в 2002 году в Пинске и 4 года тому переехала в Брест. Сегодня будут брать в дело шведские литераторы Сисель, Альмгрен и Анита Якобсен, а также музыка и поэт Лазлинкевич Земенская и музыкальный продюсер Сергей Будкин. И в Беларуси, и в Швеции имеют богатую литературную творческую историю. Многие писатели и поэты двух стран известны во всем мире. Их произведения являются эталоном для подражания у современных литераторов. Шведские поэтессы Анита Якобсон и Сисель Альмгрен, которые в этом году впервые приехали на белорусскую землю, признаются, что произведения наших поэтов и прозаиков стали для них настоящим открытием. Я первый раз в Беларуси, но у меня много друзей здесь. И я не раз слышала о стране. К тому же уже давно интересуюсь вашей литературой, историей и культурой. И потому находиться здесь сегодня для меня особенно приятно. Мне хочется, чтобы у нас получился хороший диалог. И мы вдохновили друг друга на новые произведения. Мы приехали для того, чтобы представить свою поэзию, а также послушать белорусские произведения. Таким образом, мы надеемся развивать и укреплять культурный и литературный диалог двух наших стран. Дни белорусской и шведской литературы проходят уже более 10 лет и являются прекрасной возможностью для молодых авторов показать себя, для любителей литературы услышать и увидеть поэтов и писателей, а для самих художников слова представить свое творчество читателю. А потому не приходится сомневаться в том, что добрая традиция будет продолжена и впредь. И в стенах Брестской библиотеки еще не раз прозвучат творческие произведения на двух языках.